Незимняя поза, вечер январской оттепы, о любви и вечности. Из маленького подпуска приемничка длился голос всеобщего пульера. Я спросил тебя, зачем идешь в горло? Открываешься, отрывалась. Милоша глянулся, пассажиры, расслабленные, со счастливыми лицами, в предвкушении чудесной морской прогулки, переговаривались друг с другом и бесконечно фотографировались. Он знал по опыту. Каждое лето во время своих студенческих каникул он работал здесь, в родном городке. На Кате возил туристов по фантастическим окрестностям. Как только они длинутся в морскую полуризну, часть отдыхающих, самые смелые, тут же перейдут на нос Катя. Ибо это действительно неописуемое ощущение. Ты впереди, и волны врезаются в тебя, теплые, ласковые, патриотические. И на этот раз опыт не подвел его. Сразу несколько человек, подбадривая друг друга, поспешили с кормы на нос. Среди них одна девушка, русская. Тут же определил он, слушая свидетельства. Путь по любую пещеру, к счастью, был открыт. Иногда волны бывали слишком высокими. Заяхать туда было просто невозможно. Тогда пропадал всякий смысл подобной поездки. Но сегодня, сегодня удавалось все. В пещере, после того, как утихли первые крики восторга, и N фотографии были сделаны на фоне ее таинственных камней и голубизны вод, не уже становило конец Катя. И тут же веселый народ стал прыгать в воду. Соленые, прозрачные, голубые воды адриатики готовы были держать на плаву каждого, кто доверился их воле. И это при глубине 45 метров. Риск, азарт и ни с чем не сравнимое ощущение красоты и неповторимости момента, который хотелось растянуть, впитывая в себя эти горы, это небо, это водную шею. А потом, когда все уже высаживались на берег, он, первым оказавшись на суше, протянул герой, помогая предупреждать его. И спросил он в своем не очень хорошем острове. – Что вы делаете сегодня вечером? – Вы хотите со мной познакомиться? – улыбнулся ему подфять девушка. – Да, – совсем осмелел он, глядывая за ее огромные голубые глаза плушки. А вечером они уже вместе прыгали на волнах, упались, упались, упались в таком ласковом, теплом, дружелюбном поле. После ужина в ресторанчике прямо на берегу она, тщательно подбирая сербские слова, рассказывает ему о себе. Оказалось, что ее зовут Наташа, что она москвичка, студентка исторического факультета, что в прошлом году родители отправляли ее отдыхать в Бенгрию на Болотонке. А в этом году его отец, на хорошую чугу, решил побаловать поездкой в Югославию. Он наблюдал, заметив, то есть еще в своих калей глаз, любуясь ей светлыми длинными волосами, Андерсоновская высадочка, да и только ее нежным загаром, и думал, что все-таки непростая девушка Наташа с видом. Он, неплохо зная ситуацию в СССР, факультет обязывал, и то, как тяжело после 48-го года складывались отношения между матерью социализма СССР и ее непокорной дочерью СФРЮ, понимал, что Наташа была, скорее всего, дочерью, как окна из партийного бонзы. Поэтому папа выхлопотал ей поездку за границу, что вообще было крайне сложным для рядовых граждан страны Совета. Но как только она, рассказывая, глупнулась ему, он тут же забыл про все стилологические рассуждения, и в голове было только «Ни выше Наташа!» «Ни выше Наташа!» «Хочешь? Пойдем в кино!» – предложил он после ужина. «А что идет?» «Не знаю!» «Но опять что-то сбойка Митича в главной роли!» «Дэфора старалась!» «Причем, знаешь, говорят, что съемки были на этот раз у нас, в Югославии!» «Может, и наша ответница поводится?» «К нам ведь так много киношников приезжает!» «Родюм!» «Знаешь, а я в подростковом возрасте все романы Купера читаю!» «О, моя ясноглазая Ланя!» – рассмеялся он, и они пошли по скалистым ступеням к центру города. Что знал Милош и чего не могла знать, и о чем только могла догадываться Наташа. Милош, как и Наташа, родился и жил в сказочной стране. Только страны ведь, как и сказки, были разными. Наташа, оказавшаяся в сказке Милоша, видела ее в посеребренной фольге, как рыбное блюдо в любом прибрежном югославском ресторане, и пока не могла судить о самом продукте. Югославия же, в которой оказалась Наташа, все еще была в Югославии Тита, того великого и ужасного, который был еще жив, правда, жить ему оставалось совсем немного. «А теперь я хочу все знать о тебе», – сказала Наташа. «Хорошо. Пойдем». С гордом на соседине он в крае глаза отметил, что обувь неудобная, так что любая дорога не поплечу. Они даже на площадке, где была припаркованная его машина. «Садись!» – жестом пригласила Наташу, распахивая перед ним дверцу авто. «Юго-45, надо же!» – восприкнула его голубоглазая пассажирка. «Новое транспортное средство?» «Новое!» Через полчаса хорошей езды Милош припарковал машину. «Приехали?» – поинтересовалась она. «Дальше очень круто!» «И дорога русская», – уточнил он. И они пошли по дороге, которая то сужалась, то расширялась. Время времени они останавливались, чтобы передохнуть, а затем снова шагали вверх. Лавр простирал свои ветви прямо у них над головами. Апельсины, киви, гранаты, айва, виноград, словно новогодние украшения в летнюю жару склонялись над ними. Внизу, у обученной дороги, рядом со скалами, цвели экзотические кактусы. «Что за сказка?» – сказало то дело Наташа. И уже из ее маленького выпускного приемничка лился голос и общего кумира. «Я спросил тебя, зачем идете в город?» На последней ноте Милош вдруг шагнул в ледо в сторону от дороги и позвал Наташу. Она пошла спидом за ним. «Ти и?» – спросила она. Неожиданно увидев за густыми теми шалаш из веток прямо на открытом склоне горы, откуда открывался великолепный лик на море и горе. Шалаш был в полукруглой форме, чуть покосившийся, явно не вчера построенный, но все же вполне пригодный для схрона от ветра, дождя и дикого зверя. «Нет, не тебе, ты к вам!» – ответил Милош и принялся терпеливо объяснять ей разницу между разными бедами построек лондейца. «Твоя работа?» – уточняла она. «Знаешь, пару лет тому назад мы с друзьями тут ночлег организовал Бог, вот и пришлось построить!» – с улыбкой ответил он. Наташа, украсив волосы неизвестно куда взявшимся, Орлина Перон, уж он точно знал в этом том, что Орлина – сленка, уселась на пороге бедва. Ей хотелось сидеть так долго-долго, может быть, всю свою жизнь, забыв обо всем на свете. О память декане. Так они положительно называли своего любимого Игоря Валерьевича – декана из ФСФАКа, который отправил ее за отличную учебу в международной судеческой лари. О маме – учительнице младших классов из маленьких городка по средней полосе России. О своих детей, об интересных и интересных лекциях. О скучных. Редактор субтитров А.Семкин